привет друзья еду с тренировочки очередное видео ответы на ваши вопросы и сегодня отвечу на часто задаваемый вопрос касательно статики как я отношусь к этим упражнениям почему у меня нет видео про статику вот и справляюсь друзья делаю объясняю что как и почему раньше я делал очень много статики особенно когда работал когда занимался единоборствами кто проходил это знает там отработка в стойке кибодаче стоишь там по 30 минут секунд минуту больше кто выдерживал что касается статики вы знаете друзья что я всегда рекомендую вам относиться ко всему что мы делаем через строчку зрения сохранения и улучшения нашего с вами здоровья это самое главное самое важное кстати посмотрите вот пока едем подтверждает вот это вот картина которую вы видите сейчас мою теорию того что мир это матрица видите вот я вам покажу буквально через пару месяцев что здесь будет сколько вот это длится вы не видите никогда рабочих а я езжу днем утром вот как сейчас вечером и никогда не вижу рабочих но работы идут кто это все делает не знаю скорее всего какой-нибудь программист который сидит ответственный за этот участок нашего матричного мира но это отклонение друзья и так что касается статики что я о ней думаю статика действительно хорошая работа может иметь положительный эффект с точки зрения работоспособности направленной на то или иное развитие физических качеств но у статики есть минус который перечеркивает абсолютно все плюсы именно поэтому я не делаю статику никому ее не не рекомендую и мои ученики естественно тоже ее не делают какой это минус друзья я думаю что большинство из вас и так догадаются минус статики в том что она поднимает уровень давления на максимум особенно если это делать с весом если делать без веса к примеру стоять в стойках просто да может быть это еще имеет место быть но все равно работа настолько тяжелая мы начинаем задерживать дыхание реально очень сильно повышается давление а это опасно это чревато вот почему я за статодинамику или даже просто за негативные удержания что это такое это когда вы к примеру с помощью партнеров естественно страхующих в в раме в силовой раме со страховочными упорами делаете к примеру жим лежа но в каком режиме естественно после разминки вы выставили вес вам партнер помогает снять и контролирует чтобы вас не задавило вес берется на 20 там иногда 30 процентов больше и кто-то может быть больше сможет поднять чем вы работаете на 6 7 повторений и ваша задача сопротивляясь удерживать вес но он естественно все равно вас будет задавливать получается такое как бы негативное повторение но все равно со статическим удержанием но еще лучше статодинамика когда вы работаете медленно с доступным отягощением и медленно перемещаете его вверх-вниз я пробовал я это делаю я это постоянно рекомендую всем своим ученикам у меня даже есть целая группа где нас уже там почти 300 человек мы все так тренируемся закрытая сразу говорю эта группа платная за вступление туда нужно заплатить и получаем пользу поэтому друзья если вы хотите оставаться здоровым можно спокойно обходиться без статики классической статики либо выполнять ее в очень короткий промежуток времени чтобы ваше кровяное давление не успела очень сильно повысится а повышается давление внутричерепное что тоже очень и очень опасно кстати о чудо левый руль вдруг стал сразу до для тех кто спрашивает меня почему у меня руль то правый то левый телефон на какую камеру снимаешь так он и показывает что еще очень важно знать о артериальном давлении да все мы знаем что это показатель нашего здоровья особенно если вы тренирующийся спортсмен не спортсмен даже если вы просто тренируетесь тренирующийся человек правильнее будет сказать очень важно отслеживать свое кровяное давление я не буду говорить сейчас усредненные нормы все их вы и так прекрасно знаете вы должны знать свое хорошее постоянное артериальное давление у всех она будет немножечко разным так вот любое изменение давления в любую сторону говорит о том что вы перебарщиваете с тренировками либо не высыпаетесь в общем говорит о том друзья что у вас проблемы которые необходимо срочно срочно выявлять и устранять естественно если вы хотите дальше прогрессировать потому что это первый звонок что вам грозит перетренированность перетренированность которая может перейти синдром хронической усталости и выйти из этого поверьте очень и очень сложно у меня был такой период когда я работал на конвейере тренировался каждый день после этого ел спал правда больше ничего не делал но все равно у меня развился такой синдром хронической усталости а тогда врачи еще вообще об этом не знали думали что люди такие как я просто не хотим работать доля правды в этом есть но реально друзья этот синдром очень страшный просыпаешься утром а как будто не спал как будто пахал всю ночь никому не пожелаю такого представьте серьезную серьезное заболевание гриппом к примеру в острой форме когда вы вам ломит все тело температура вот синдром хронической усталости и перетренированность это такое же состояние только постоянно выйти из него повторяю очень сложно поэтому всегда друзья если вы даже надумаете делать статику подумайте как снизить риски повышения артериального давления каждое утро просыпаясь не вставая с кровати замеряйте свое давление свой пульс и только с помощью этого приема простого очень вы сможете диагностировать у себя любые первые зачатки перетренированности недовосновления что грамотный человек понимает насколько это важно и еще один очень важный момент почему-то об этом очень мало кто говорит когда вы тренируетесь с отягощениями физиологически грамотно с точки зрения физической культуры с точки зрения лечебной физкультуры даже если хотите с другими словами когда мы не тренируемся на результат не занимаемся спортом после работы с отягощениями давление нормализуется и обратите внимание друзья нормализуется она у всех если у вас низкое давление то она повысится если у вас высокое давление она опустится занятие с отягощением это лучшее лекарство как вы видите и в борьбе с давлением и обращаю ваше внимание еще раз неважно какое у вас давление начните с занятий отягощениями очень легкими дозированными лимитированными и вы будете всегда всегда здоровы давление у вас будет нормализовываться приходить к усредненным нормам и естественно это будет сказываться на вашем здоровье ну что друзья я думаю что по статике я вкратце вам ответил и вы примете к сведению а это уже ваше право работать статики или не работать делитесь данным роликом со своими друзьями в соц сетях ставьте лайк если понравилось если вы не согласны напишите в комментариях почему с чем вы не согласны в чем я не прав как должно быть как есть на самом деле и смело ставьте дизлайк в этом нет ничего страшного спасибо что смотрите увидимся друзья как всегда в тренажерном зале вот теперь попробуй отключи движение ну ладно пока я еду посмотрите еще вот на эти красоты у нас во флориде здесь вот так тоже планирую купить дом на берегу озера если хотите это моя мечта солнце позитив вечное лето с одной стороны у нас океан с другой стороны у нас мексиканский залив в общем постоянный позитив ну что всем пока всем привет меня зовут виталий фатеев всем подписчикам канала хэви металл шин большой респект отдельно георгию за его те видео которые он выпускает я смотрю то что очень прогрессивно и идет большой объем информации в котором просто можно заблудиться может найти все ответы на ваши вопросы скажу вот что у меня появился свой канал который может тоже найти на ю тубе и у меня уже есть первое видео которое я снял совершенно недавно это же смонтировал специально для вас хотите подписывайтесь меня зовут виталий фатеев я профессионал айпб занимаюсь бодибилдингом и что желаю вам прогресса новых результатов спорте субтитры сделал DimaTorzok